Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы с ним поехали Приехали к этой бабушке Она посадила его посреди избы Начала колдовать перед ним Что-то повесила ему И говорит, все, забирай Пить не будет Я так удивилась, думаю, неужели это все? Кодировки никакие не помогают Тут какая-то веревочка ей поможет Она говорит, не беспокойся Не будет пить Мы с ним поехали домой Около нашего дома стоит супермаркет В который он обычно ходил покупать себе водку Или вино Говорю, пойдем зайдем Дала ему денег Подвела к бутылке? Нет, не подводила Хотела посмотреть, что он купит На эти деньги Он ушел такой, я его жду и стою Думаю, ну 10 минут нет 15 минут нет, думаю, ну все Уже не вернется Смотрю, идиот С тремя бутылками вина Думаю, ну все Бабка его не вылечила точно Идем домой с ним Такой идиот всю дорогу их кладет Приходим домой Он ходит с этими бутылками Не знает, куда их поставить Поставить то на стол Так присматривается, блин Как шизофреник То на буфет Потом, короче, все-таки Их запихал в сервант И закрыл под стекло И все ходит, смотрит И называет бутылки Именами как бы Женщин И вот с этого дня У нас все понеслось У него уже 500 бутылок Коллекция Я уже не знаю Я хожу, запинаюсь Уже не знаю То есть он покупает И не пьет, да? Он не пьет Он их просто коллекционирует Да пускай хоть горшки коллекционирует Лишь бы не пил Потому что он даже уже на нас Там с ребенком Никакого внимания не обращает Ваш муж Илья Здравствуйте, Илья Здравствуйте, Илья Здравствуйте, Илья Здравствуйте, Илья С наступающим вас Здравствуйте Позвольте я угадаю У вас есть дома бар Бар? Да Нету? Вот У вас нету дома бара А у меня 500 бутылок И все разные Я вам так скажу, что у меня в доме не поместится даже 200 бутылок. У меня еще маленькая квартира. А у меня 500. Присядьте, чтобы не проигрывать на моем фоне. Илья, а зачем вам 500 бутылок? Помимо того, что это просто захламляет квартиру, это еще и траты колоссальные. Понимаете, я коллекционер. Здравствуй, дорогая Лозанская долина 55-го года. Как дела? Ну вот вы видели, как меня называют. Меня уже полгода даже и по имени не называют. Космоска моя виноградная. Все время по названию какого-то вина. Чем ты недовольна? Я не пью. Лучше бы ты пил. А чем лучше-то? Да чем. То, что он вообще никакого внимания на меня не обращает. А при чем здесь коллекционирование и любимая женщина? Почему его не обращать здесь? Вот именно, я коллекционер, понимаешь? Это мои любимые бутылки, это коллекция уникальная, понимаешь? Я как генерал в этой коллекции. 500 бутылок. И ты как Евну в бане. 500 бутылок, это уже полковник. Это уже полковник, да все могу делать. Да это все держится на твоей ниточке, блин. Да на какой ниточке? Да, 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 да ты ничего не можешь. Не на ниточке, это я сам решил, я не пью. Да я знаю, что это держит твоя ниточка, которую бабушка пил, блин. Нет, это мое решение. Я знаю, что держит только она. Ничего подобного, хочешь я сниму? Не надо. О, и что? Выпить не хочешь? И все, и ничего не случилось? И что, ты пить не хочешь? Ты что, пить не хочешь? Вообще не хочу пить. Я не верю. Я не хочу пить, я хочу собирать уникальный вин, это элитарно. Может быть, обратимся к нашим многоважаемым зрителям. Может быть, у кого-то в практике были подобные случаи, а? Может быть, есть варианты, как вернуть человека, а? Зря вы заставили снять эту ниточку, потому что, представляете, вот он сейчас придет домой и все эти 500 бутылок выпьет. Что вы тогда будете делать? Лопнет. Попробовали бы еще раз возить к этой бабульке. Чтобы теперь закодировать от коллекционирования, да? Ну да. Вторая ниточка. Вторая ниточка, да. А мне кажется, просто девушке нужно побольше верить в своего мужа, поддерживать его, и тогда действительно будет взаимопонимание, согласие, и все у них уладится. Ты же какая ты умная. Хорошие слова девочка сказала, очень хорошие. Ну, я не смогу его понять. Очень легко как бы высмеивать и приходить там в программу или в милицию, говорит, вот он у меня такой. Может быть, просто поддержать, да, потому что во многом тепло в семье все равно зависит от женщин. Я пыталась себя поддержать, но, видите, у нас получается еще хуже. Он вообще отдаляется от меня и приближается к своей коллекции. Он ко мне, например, очень холодный стал. Он любит там свои бутылочки. Почему холодный? Я это не понимаю. Почему холодный? Каждую бутылочку по имени. Он даже меня по имени не называет. Чем ты недовольна? Когда я пил, ты была недовольна. Когда я перестал пить, ты опять недовольна. Я тебе еще раз скажу, лучше бы ты пил. Знакомый коллекционер бутылок Валерий Леонидович. Здравствуйте, Валерий Леонидович. Выступающий у вас взаимно присаживайтесь, пожалуйста. Добрый день. Еще один. Илья, я покупаю твою коллекцию. Я пришел тебе об этом сказать. А я не продаю. Я тебе всегда говорил, что никогда не продам. Какой из тебя коллекционер? У тебя нет вкуса. У тебя нет, как бы это выразиться, поточнее, какого-то шарма. Ведь коллекционер, вот я себя считаю коллекционером. Я знаю вкус каждой своей бутылки. Вот меня разбуди среди ночи. Налей мне глоток. И я по этому глотку скажу, из какой-то бутылки, и даже скажу, какого года. Ну, как можно коллекционировать, как можно коллекционировать вино, не дегустируя. Вино, ведь вы сами понимаете, это аромат, это цвет. Вот, например, я предложу сейчас, я принес с собой достаточно интересный экземпляр. Водочки. Не желаешь ли ты попробовать? Нет. А что такое зимний вечер? Ты продрог, Илюшка. Зуб на зуб не попадает. И ты входишь домой. И вдруг стоит она. И вот под соленый огурчик. Под селедочку. Пропускаешь ее мамочку. И тепло разливается по твоему телу. Ну, что? Попробуешь? Нет. Даже не пытаюсь. Тогда, я надеюсь, свет мне не откажется? Конечно, нет. Компании. Ну, как джентльмен, я попрошу, позвольте поухаживаться. Спасибо. Он уже напился. Я свое выпил. Хорошо. Не хочешь водку? Есть вино. Вино. Вот представь себе, ты с женой сидишь вдвоем. Играет романтическая музыка. Я уже не представляю. Горят свечи. Играет Шопен. В твоих руках два бокала. Играют рубинами. Рубинами. Это вино. Это поэзия. Ты выпиваешь это вино. У тебя появляется желание взять на руки жену. И пуститься с нею. Какой-то вальс, возможно. Возможно, даже можно вспомнить и Минуэт. Уж. Что? Какое вдохновение найдет. Минуэт поджопена. Нет, давай все. Нет, играет Шопен. Ну, будешь. Нет. Тогда, Света, составьте мне компанию. По 50 поджопена. Значит, не будешь. Нет. Ну, составь мне опять компанию, Света. Ну, глоток могу. Неплохое вино, Света. Да, вкусное. Букет. Ну, не хочешь ты вино. Неужели от пива откажешься? Ну, представь. Ну, представь. Жара. Солнышко. Ты лежишь на пляже, загораешь. Вокруг тебя женщины в купальниках. Шопен ходит. А ты, ты лежишь с воблой. С холодным пивком. Ну, неужели же это не кайф? Неужели от этого можно отказаться? Кто-то лежит с девушкой. Ты как дурак с воблой. Ага. Пиво? Пиво. Коллекционное. Светик. Нормально. Ага. Пива я точно не буду. Видите, немного. Буквально пол-литра. Угу. Угу. Хорошо, наш герой и от пивка откажется. Если он коллекционер... Коллекционер. Коллекционное. Коллекционное. Я думаю, что... Пьешь. Да. Ни хрена себе. Аааа. Опять лопать начал. Ну куда? И водку, что ли? Хе-хе. Аааа. А ну еще. Ммм. Он аж захрюкал, бедный. Вот тебе и все амулетики. Ну, что еще по одной? Супер. Хотелось бы, так сказать, к финалу двигаться. Ну что еще? По одной? Я понимаю, что на улице холодно и вам просто негде. Еще по одной. Да. И тогда будем уже говорить о деле. Возможно, ты как-то изменишь свое мнение. Ведь цель-то наша какая? Заключить с тобой сделку. Я думаю, наши дела сейчас пойдут более уверенно. И мы продвинемся. Нет, коллекция не продается. Еще по 50. Да продавай-то уж ему эту коллекцию. Не продам. Танцеровый чай. Какой чай? Какой чай? Целонский. Подожди, как чай? Ну, понимаешь, так получилось. Я думала, что ты вот эти все бутылочки собираешь, а потом когда-нибудь сорвешься и начнешь пить. Их же много. Будешь долго пить. И что? Ну, я вот захотела, чтобы у тебя поменьше томат. Ну, не одну, почти все. Там чай. Мы с подружкой. Ты выпила всю мою коллекцию? Мы каждый день пили. Супили? Как чай? Гребанка. Ничего я покупать не буду. Как чай? Сейчас от тебя... Ничего тебе... Сейчас я за там. Ничего тебе... Что ты делаешь? Что ты бросил-то, а? Слышь? Ничего я покупать не буду. Примите там уже на грудь. Ничего я покупать не буду. А че? А сейчас... Значит, один из охранников будет вас держать, а другой будет вливать. В меня вливать? Да. А может быть, Дмитрий, мы поступим так, может быть, желающие из... Нет, это не в этом программе, не надо. По 10 секунд мы подводим итоги. Я считаю, этот человек действительно споил не одного человека. Вот. И я его не приветствую. Но вы поймите мою тактику. Не уступает коллекцию. Скажите, а вы не попробовали как-то обменяться с ним? Обменяться? Да, обменяться бутылками. Вы знаете, я хочу сказать о нем как о человеке достаточно упертом. Ну... Вы думаете, у меня не было с ним диалогов на тему, чтобы мы обменялись? Приложили бы ему деньги. А я ему предлагал и большие деньги. Мне кажется, этой компанией надо обратиться к хорошему психиатру. Мне кажется, что страсть коллекционирует не самая плохая страсть. Мне кажется, что не все средства хороши. Тем не менее, я благодарю вас за то, что вы доставили нам несколько забавных минут с наступающим вас и процветанием вашей коллекции. Взаимно спасибо. Спасибо большое. Продите меня. Всего доброго. Смотрите. Продолжение следует...